6 случаев, когда сделку с жильем могут признать недействительной. Иногда долгожданная покупка квартиры оборачивается неприятностями. Сделка признается недействительной и оспаривается. Например, такое может произойти, если в отношении продавца ведется процедура банкротства. В каких еще случаях сделка может быть недействительной и чем это грозит покупателю, поговорим в этом видеовыпуске. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, недействительная сделка. Что это и чем она грозит? Недействительная сделка означает, что она заключена с нарушением требования закона. Это может касаться ее формы, содержания, участников и целей. Например, договор купли-продажи квартиры заключен в устной форме или сделка заключена по доверенности, которая в итоге оказалась фальшивой. Такие сделки недействительны с момента их совершения. Юридических последствий они не имеют. Подобные сделки могут быть двух видов. Оспоримые – признаются недействительными судом по заявлению заинтересованного лица. И ничтожные – недействительные сами по себе, независимо от решения суда. На это нам указывает статья 166 Гражданского кодекса. Поскольку сделки с недвижимостью подлежат обязательной государственной регистрации, даже в случае ее ничтожности для восстановления нарушенного права придется воспользоваться судебной защитой. При признании сделки недействительной, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученные деньги и объект недвижимости. То есть продавцу возвращаются недвижимость, а покупателю деньги. Важно! Срок исковой давности по ничтожной сделке составляет 3 года, по оспоримый – год. В первом случае он отчитывается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. А в случае предъявления иской лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. Например, со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка. Далее мы разберем случаи признания сделки недействительной. Случаи признания сделки недействительной. Рассмотрим несколько случаев, когда есть вероятность того, что сделка может быть признана недействительной и оспорена. Первое. Покупка доли в квартире. В риэлторской практике с такого рода сделками можно столкнуться при покупке, продаже долей или комнаты. При приобретении доли в квартире действуют определенные правила. Одно из основных – согласие на сделку других владельцев долей. Если это не соблюдалось, то другие собственники могут оспорить такую сделку. Зачастую на практике собственники конфликтуют между собой и полюбовно договориться не могут. И тогда один из них, предвосхищая получение отказа на уведомление о преимущественном праве покупки или затягивания сроков, продают долю по договору дарения. Это очень распространенная схема на рынке недвижимости. Внимание! Такая сделка в будущем может быть оспорена и признана недействительной. Далее мы разберем стадию банкротства продавца и чем это может грозить покупателю недвижимости. Второе. Продавец на стадии банкротства или близок к нему. Перед покупкой важно знать, не является ли продавец квартиры фигурантом дела о банкротстве. Нередко собственник понимает, что ему не избежать банкротства и начинает распродавать недвижимость. Однако кредитор может потребовать признания таких сделок недействительными. Сделать это можно в течение двух лет после реализации квартиры. Согласно законодательству, такое жилье не будет считаться добросовестно приобретенным и может быть изъято по решению суда. Проверить информацию о наличии дела о банкротстве, как действующих, так и завершенных, можно на сайте Федерального реестра сведения о банкротстве или на сайте картотеки арбитражных дел. Для этого понадобятся ФИО, ИНН или СНИЛС собственника квартиры. Ссылки на сайты оставили в описании. Также у продавца можно запросить сведения из Бюро кредитных историй по наличию у него кредитов, действующих и выплаченных. Переходим к теме номер три. Третье. Сделку совершил продавец, который не должен этого делать. В данном случае речь идет о сделках, продаже или дарении, которые были совершены гражданами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими. Статья 177 Гражданского кодекса. Это может быть человек, который не признан судом недееспособным, но по состоянию здоровья вынуждены принимать сильнодействующие лекарства, которые воздействуют на его мышление, интеллект, восприятие происходящего. В таком случае сделка тоже может быть признана недействительной. На практике риелторам приходится сталкиваться с рисками оспаривания сделки гражданами, которые ссылаются на эту статью. Чтобы исключить этот риск, обычно специалисты запрашивают справки из психонерологического и наркологического диспансеров. В привычном сленге ПНД и НД. Это исключительно практическая мера, сложившаяся на рынке недвижимости. Если одна из сторон обратится в суд, то при наличии этих справок сделку оспорить гораздо сложнее. Далее мы разберем понятие скрытых собственников. Четвертое. Скрытые собственники. Сделка может быть признана недействительной при наличии скрытых собственников. Кто же это такие скрытые собственники? Это лица, которые не указаны в выписке из ЕГРН, но имеют право на долю в приобретаемой квартире. Например, во время приватизации собственники не выделили долю для бывших на тот момент несовершеннолетних детей. По достижении 18 лет они могут заявить свои права на квартиру на законных основаниях. Таким же правом обладает гражданин, выписанный из квартиры в случае признания его безвестно отсутствующим. То же самое касается ситуации, когда есть отказники. Это ранее прописанные в квартире лица, отказавшиеся от приватизации. Которые имеют право пользования жилой недвижимостью, поскольку не отказывались от него. Позволю себе ненадолго прерваться и продолжим дальше. Дорогие зрители, если вам потребуется юридическое сопровождение сделки или углубленная проверка собственника, мои контакты вы найдете в описании к данному видеовыпуску. Ну а я перехожу к следующей теме. Тема номер 5. Сделки с использованием мат-капитала. Риск, что сделка может быть признана недействительной, есть и при покупке недвижимости, где использовался материнский капитал. Речь идет о ситуации, когда не были выделены детские доли или нет разрешения органов опеки и попечительства. Что является обязательным условием. То же самое касается ситуации, когда в семье продавца есть несовершеннолетние дети. Например, если несовершеннолетние являются собственниками квартиры, то при ее продаже необходимо получить разрешение органов опеки и попечительства. Если же продавец состоит в браке, то необходимо согласие супруга на продажу недвижимости. Если брак отсутствует, то справку из ЗАГС или брачный договор. Иначе сделка может быть оспорена и признана недействительной. Получить согласие можно у нотариуса или лично при переоформлении права собственности. Далее мы разберем не менее важную тему – занижение цены в договоре. Шестое. Заниженная стоимость и частая смена собственников. Поводом для признания сделки недействительной может стать и заниженная стоимость. Стороны могут определить цену в договоре по своему усмотрению. Это следует из принципа «Свобода договора» ст. 421 Гражданского кодекса. То есть цена может быть и ниже рынка. Обычно это делает продавец, чтобы платить меньше налогу с продажи, поскольку налогооблагаемая база будет ниже. Однако для покупателя заниженная стоимость несет большие риски. Покупатель может быть признан недобросовестным в случае судебных разбирательств, а саму сделку могут признать недействительной. В таком случае покупателю придется вернуть квартиру, а в качестве компенсации он получит ту сумму, которая была указана в договоре. Недействительная сделка может оказаться и в случае частых переходов права собственности на квартиру за короткий период времени. Например, несколько раз в год здесь тоже нужно насторожиться. Чем меньше срок владения объектом недвижимости, тем больше вероятность возникновения судебных притязаний стороны третьих лиц. В этом случае покупателю недвижимости стоит обратить внимание на срок владения объектом, титульным собственником. Друзья, ссылки на телеграм, вк, дзен каналы в описании к видео. Буду рад, если подпишетесь. Если вам потребуется помощь в юридическом сопровождении оформления недвижимости, обращайтесь по контактам, указанным в описании к данному ролику. Пока!